Шушинская декларация служит углублению военных, политических и экономических связей между Азербайджаном и Турцией, поддержанию военно-политического баланса на Южном Кавказе, обеспечивающего долгосрочный мир. Но в первую очередь, Шушинская декларация – это договор о военном союзничестве между Азербайджаном и Турцией. Об этом Дайас сказал турецкий политолог, ведущий представитель экспертно-аналитической сети Анкара-Москва, Энги Назер. По словам нашего собеседника, Шушинская декларация – не просто договор, а гарантия безопасности Азербайджана и всего Южного Кавказа. Благодаря подписанию Шушинской декларации на Южный Кавказ идут крупные инвестиции со стороны третьих стран. Зарубежные инвестиции начали поступать и на освобожденные территории Азербайджана. Как подчеркнул турецкий политолог, Шушинская декларация не создает какую-либо угрозу для других стран. Армения должна понять, что Шушинская декларация приносит мир для всех стран региона, а не только для Азербайджана и Турции. В конечном итоге это выгодно для долгосрочного экономического развития стран региона. Исходя из положений Шушинской декларации, нападение на одного из ее членов будет рассматриваться как нападение на другого. Шушинская декларация является очередным подтверждением того, что братство Турции и Азербайджана постоянно и нерушимо. Резюмировал Энгин Азер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова